Так, Лавров Виктор Викторович, заместитель генерального директора компании «Инотер Россия». Доклад на тему использования ЦФС фотомод в геологических проектах компании «Инотер». Пожалуйста, Виктор Викторович, вам слово. Уважаемые коллеги, много лет на конференции «Ракурса», начиная с 2012 года, когда был создан и запущен спутник «Конопус-В», я докладывал исключительно о работах, связанных с российскими космическими системами. Но сегодня я нарушаю эту традицию и предлагаю доклад несколько на другую тему. И объясню, с чем это связано. В условиях кризиса и сужения рынка компания «Инотер» искала какие-то несколько другие применения. Хотя, конечно, использование методов дистанционного зондирования в геологии – это не ноу-хау «Инотер», конечно, используется давно, еще с советских времен. Но мы вот такую нишу для себя нащупали. И количество проектов этого года перевалило уже за десяток в геологии, что привело даже к необходимости создания подразделения в департаменте тематического анализа именно по геологическим проектам. Ну, естественно, мы не профессиональные геологи, и поэтому мы предлагаем для геологических проектов следующее – создание моделей рельефа и местности, дистанционной основы, спектральное структурирование и геологическое дешифрирование, то есть тематическая обработка, фотограмметрическая и тематическая обработка. И оформляем это все в виде геоинформационных систем и топографической основы. Мы вот убедились, и опыт наш это подтвердил, что применение методов дистанционного зондирования повышает эффективность геологических проектов. Здесь вот перечислены эти причины, эти факторы повышения эффективности. Но один из безусловных факторов, сейчас опять же повторюсь в условиях кризиса, это экономический фактор, ведь самое дорогое, что в геологии – это бурение. И всегда, во все времена, геологи пытались снизить эффективность пустого бурения, безрелизитативного. И как раз методы дистанционного зондирования повышают кратно эффективность поисковых методов и снижают количество бурения. И мы на своей практике столкнулись с принятием именно в том числе экономических решений по результатам нашей работы. И я вам об этом расскажу. Технологии дистанционного зондирования из космоса также развиваются. И вот что мы обнаружили. На космическом аппарате World U-3 компании Digital Globe, как вы знаете, присутствует канал SWIR, средний инфракрасный канал. Вот на слайде, который белым светом показана схемка так называемого «золотого пояса». И зарубежные страны, мы видим, активно используют средний инфракрасный канал SWIR, а Россия является здесь белым пятном. Хотя совершенно очевидно, о чём свидетельствуют другие слайды, что геологическая структура, например, Аляски и северо-востока России совершенно идентичны. Ну, мы знаем золотую лихорадку, да, а вот у нас, похоже, эта золотая лихорадка ещё впереди, если мы будем применять правильные технологии. Итак, что мы делали? Я проиллюстрирую несколько проектов, ну, таких наиболее значимых. Это золотоносное месторождение Озерновское на Камчатке. Мы получали стереосъёмку, причём под определёнными углами, заказывали компанию Digital Globe, данные Worldview 3 с разрешением 30 сантиметров. Далее создавали, естественно, изначально ортофотопланы. Здесь показаны результаты уравнивания. Я не буду цифры с вашего решения зачитывать. Пожалуйста, если кому-то будет интересно, потом более подробно могу показать, рассказать. Была создана высокоточная ЦМР. На основе этих данных, ортофотопланы ЦМР, были созданы топографические планы масштаба 1 на 5000. Создана цифровая модель местности Озерновского геологического полигона. И вот здесь как раз я хотел бы рассказать именно о том экономическом эффекте. Владелец Озерновского золотоносного полигона, это Сибирский горно-металлургический альянс, вообще хотел его продать. Но после получения вот такой высокоточной информации, которую мы произвели, и работы геологов, надо сказать, там есть у них на этом полигоне даже есть своя геофизическая партия, было принято другое решение. Было принято решение не продавать это месторождение. И было принято решение о строительстве ГОКО, горно-обогатительного комбината, на этом месторождении. Не имея вот такой высокоточной информации, владельцы хотели применить другую бизнес-модель. Очевидный пример эффективности использования данных дистанционного зондирования. Хотя здесь мы не применяли тематические методы обработки, только исключительно фотограмметрическими методами была создана модель местности. Также один из значимых проектов – это проект Алроса. К чести Алросы надо сказать, что они ежегодно проводят НИРы по методам космического дистанционного зондирования. Но ежегодно они получают один и тот же результат. Отличаются только сенсоры или источники получения данных. Это съёмка, ортофотоплан, съёмка, ортофотоплан. И в один этот год, в зависимости от компании-поставщика, это либо Digital Globe, либо Airbus. Впервые в научно-исследовательских работах Алроса мы применили также средний инфракрасный канал со спутника WorldQ-3. И, как вы знаете, на WorldQ-3 есть канал также атмосферной коррекции. И я это тоже проиллюстрирую. Да, здесь у нас мы работали по трём участкам Алроса. Это Мирненский, Накынский, Кимберлитовые поля и Сельдюкарский участок. Они все разной степени изученности. Мирненский, он, естественно, вы тоже знаете, наверное, видели много раз. Это большую-большую трубку, то есть он уже разрабатываемый, Накынской подготовлен к разработке, первые слои уже снимаются. И Сельдюкарский, он, только проложены к нему коммуникации дорожные. Ну, иллюстрируем, естественно, стандартный процесс фотограмметрической обработки. Была использована для создания ортофотопланов цифровая модель Ферранти. Здесь примерно Сельдюкарский участок. Ортотранформирование снимков. Шивка на каждое месторождение ортотранформирования снимков в высокоточную мозаику. Создание тренингляционной модели рельефа. Здесь вот как раз иллюстрация по Мирненскому кемберлитовому полю в Надире. Создана цифровая модель рельефа. Вот на Мирненском кемберлитовом поле видите вот уже эту саму трубку, ну и, соответственно, отвалы, которые были получены при разработке. Также ЦМР на Сельдюкарский участок. Это то, что касается фотограмметрической обработки. Но в цикл, да, в данной работе использовалась не только фотограмметрическая обработка, применялась, но и также тематическая обработка. Создавались и анализировались многозональные композиты, проведено визуальное дешифрирование. И дальше мы иллюстрируем весь комплекс работ так, как использовалось в проекте. То есть первоначальная, первичная обработка включала в себя в том числе и радиометрическую обработку, калибровку, сведение отдельных каналов и групп каналов в единый композит и атмосферная коррекция. А, ну, наверное, по атмосферной коррекции стоит немножко отдельно сказать, что это вообще на спутнике World U3 присутствует канал атмосферной коррекции, но компания Digital Globe уже это превратила в отдельную технологию и может по своей информации проводить атмосферную коррекцию для любых проектов. У них можно заказывать это, в том числе даже, когда мы применяем российскую съёмку. Продолжение – это вот здесь уже о задачах радиометрической калибровки, которая заключается в приведении значений яркости пикселя в физические единицы и применении калибровочных коэффициентов, которые для каждого сенсора индивидуальны. Здесь вот пример атмосферной коррекции, когда были устранены влияния атмосферы на спектральные отклики. Ну, к слову сказать, что, немножко забегая вперёд, в чём сложность была работа по месторождению Малроса, всё-таки осадочный чехол там довольно существенно, что затрудняет использование методов инвестиционного зонирования Земли из космоса. Но для повышения эффективности и вероятности обнаружения трубок, причём трубки были найдены, правда, уже по методам инвестиционного зонирования мы не могли определить их алмазоносность. Вот здесь пример получения дайкообразной аномалии на Нюрнбинской трубке по минеральным индексам с помощью каналов на спутнике Волт-Ю-3. Ну, это также диаграмма минеральных индексов, это вы уже видели, это теперь описываем полный цикл, фотограмметрическая обработка, моделирование псевдоиллюминаций по каждому месторождению, создание материалов эталонных, что всегда в геологических проектах применяется. То есть были созданы атласы минералов космической съёмки и производные продукты. И выработаны рекомендации для Алроса по типам космической съёмки их простоспектральным каналам радиометрическому и геометрическому разрешению. Ну, и мы твёрдо убеждены, что, конечно, достоверные стопроцентные результаты диссионные методы не дают, но комплексное применение геофизических традиционных методов и методов диссионного зондирования кратно, существенно повышает эффективность геологических проектов и вероятность поисковых результатов. В том числе, на этом я закончу по российским проектам, но было у нас и три зарубежных проекта – это Ангола, Танзания, Замбия. В Танзании также было найдено золотоносное месторождение. Вот такие результаты. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Очень интересный доклад, Виктор Викторович. Если вернуться к слайду создания ЦМР, можно более подробно о создании ЦМР? Какие снимки, какая технология и 5000-ный типоплан? Во всех случаях мы использовали самое высокое разрешение, доступное коммерческие сейчас. Это 0,3 метра, которое позволяет получить с двух спутников компании Digital Globe, World U-3 и World U-4. И создавалась стереосъёмка. По согласованию с геологами, в данном случае на Озерновского месторождения, мы просчитывали специальные углы создания этой стереопар и заказывали именно такую специфическую съёмку. Это была заказная съёмка, то есть не архив, получали стереопару таким образом и по ней создавали ЦМР. Вопрос сроков выполнения стереосъёмки. Честно говоря, вот здесь мы тоже опасались, потому что, ну вот в частности на Камчатке, всё-таки место специфическое, буквально через две недели было получено такое окно. И у нас такая есть конспирологическая теория. Вот это месторождение, Озерновское, оно находится рядом с нашим военным полигоном Кура, и есть такая мысль, что, может быть, это окно было создано в момент действия каких-то на полигоне Кура. Но повезло, вот через две недели нам эту сняли стереосъёмку. Хорошо, понятно. И вот этот вот красивый рельефный ТЭПО-план в каком программном продукте? Изначально мы создавали в панораме, хотя геологи, геофизики Сибирского горнометаллургического альянса, они работают в автокаде. Мы здесь даже, кстати, заданный ПТЗ масштаб был 1 на 5 тысяч, но они попросили сделать им рельеф через метр. То есть мы им делали лельеф через метр, потом это всё переводили в автокад, и они применяли их там уже на местности, вот геофизическая партия работала с этой информацией. Спасибо. Так, пожалуйста, ещё вопросы? Нет вопросов? Тогда поблагодарим ещё раз докладчика. Спасибо. Спасибо. Переходим.